Владимир Апалькин на поле бывает чаще, чем дома. В детстве любил играть во дворе. Потом перешел в районную команду. Показывал высокие результаты. Так стал профессиональным футболистом. В нашем районе самый высокий пик футбольный был. Мы играли КФК группа А. Это выход во вторую лигу. Мы занимали, мы пять лет пока поддержка существовала, мы были четвертые, пятые, шестые, седьмые. Мы ни выше не могли, ни ниже не опускались из 18 команд. Из полевого игрока в наставнике. Владимир Алексеевич всегда делал акцент на командных качествах игроков. Во время тренировок он не только старается раскрыть потенциал каждого ребенка, но и учит работать над собой. Как я футболистам говорю. Вот ты пришел, ты не запоминай, сколько ты голов забил. Ты запомнишь, что тебе тренер сказал, твои ошибки. Проанализируй их. Даже бывает, и тренер не прав. Но ты их проанализируй. Сделай вывод, кто прав. Подойди у тренера, спроси. А я вот так думаю. Еще в споре рождается истина. Сейчас Владимир Апалькин тренирует футболистов 2006 года рождения. Глядя на молодежь, вспоминает себя в молодости. И немного радуется, что тогда гаджетов не было. Поэтому дети не тратили время зря, а тренировались при любой возможности. Я с учетом тех ребят, которых тренировал, когда не было интернета, было взаимопонимание, обсуждение. Ребята росли за счет этого. А сейчас дети интернета, они ждут, что все по нажатию кнопочки должно быть. Конкуренцию с гаджетами выдерживает. Живет футболом сам и увлекает им своих воспитанников. Поэтому его команда всегда в числе сильнейших. Уже в октябре завершится первенство области по футболу. К решающим матчам одинцовские спортсмены готовы. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».